доброго времени суток коллеги очень рад что вы выделили нашли время и посмотреть это видео я стараюсь совершенствоваться это уже какое-то там третье или пятое или даже седьмое по счету видео которое приставляешь вам внимание речь к которым пойдет о построении архитектуры приложений и так очень часто на самом деле когда речь заходит о построении новой разработки нового приложения нового программного продукта возникает вопрос и на самом деле разные сложности начиная с какого там какой класс создать в какой папке поместить нужно или не нужно в какой метод какие как назвать в конце концов чёт чего зависит ну вот если человек на самом деле не владеет какой-то понятием обобщенным то может может наляпать и классов и папок и названий и тут суть сводится к тому что если человек один то есть сам себе программе сам себе придумал бизнес-логику и сам ее развивает то никаких проблем на самом деле нету создал папку создал на самом деле какой-то там класс по сделал что-то там за рефакторил там через неделю там передел никаких проблем все отлично работает но на самом деле есть некоторые усложняющие факторы когда разработчик не один или когда длительный проект через длительное время проект возобновляется или когда работает группа разработчиков которая просто поменялась в определенный момент ну собственно говоря так бывает жизнь и тогда на самом деле вот вернуться в рабочее состояние проекта бывает очень сложно в большинстве случаев даже просто невозможно то есть утеряна документация или я не знаю много чего на самом деле может быть но и сменились технологии и изменились сборки и отсутствие документации утерян гид какой-нибудь там я не знаю ветка ну всякое бывает просто моей практике приходилось восстанавливать проект mbc3 по истечении там года когда уже появился mbc5 и проект был сделан там на деф-экспресс компонентах которые поменяли концепцию рендеринга своих компонентов инструкция собственно говоря по смене их этого компонентов на сайте самого производителя утеряна или как или спрятали я не знаю на самом деле все очень сложно получилось и возобновить проект просто не получилось из-за того что на самом деле просто документации то не было как это сделать те те компоненты которые были сделаны в том лохматом году они как бы их загрузить и установить невозможно потому что версия там короче была но она не собралась никакой документации на сайте более того а новую натянуть новую версию этих деф-компонентов деф-экспресс компонентов не получилось потому что там в общем-то есть некоторые нюансы в общем все в этой жизни очень сложно по этому поводу как бы есть и другие материалы насчет сложности давайте вот вернемся к тому о чем мы сегодня я хочу повести разговор о том как вот эту вот ситуацию когда много разработчиков когда там нужно вернуться через какое-то время к проекту ведь разные же тоже и компания бывает разработчики когда нужно там натяп-ляп сделать проект срубить бабок и отъехать и в общем то больше его не продвигать и забыть про него и пусть дальше заказчик с ним как хочет дальше там и кувыркается вот а есть серьезные компании которые делают хорошие сказать программное обеспечение на заказ который готовы поддерживать его через месяц и через три через шесть и через год и команда разработчиков но готовы приступить принципе в любой момент там разные бизнеса бывают проблемы в общем как раз речь пойдет о том как вот упростить этот подход как упростить возврат к рабочему процессу одного разработчиков многих групп разработчиков в общем все всегда строится вокруг каких-то договоренностей но есть такое понятие давайте про договоренности да вот пример договоренности они вообще все фрэмворки так или иначе построены на специальной концепции которая называется конвенция нового документей конфигура конвенция новая конфигурэйши в общем на примере допустим мвс 5 вы знаете что мвс 5 фрэмворк это надстройка на платформа sp.net которая использовала определенные названия папок названия там контроллеров да там то есть классов названия папок там в определенных местах ну то есть это вот пример договоренности которые собственно говоря реализованы в конкретном фрэмворке я почему привел в пример потому что вы наверняка с ним знакомы я не говорю не говорю о новой платформе дотнет корр хотя там тоже есть договоренности в общем любом фрэмворке так или иначе он построен на договоренности ну в общем то если вернуться к сп.нет мвс 5 то допустим вы создали какой-нибудь контроллер я не знаю какой-нибудь там home контроллер добавили контракт или контакт html да в юшку а и в методе контроллера а в юшку допустим не добавили при первой попытке обратиться к нему вы увидите предупреждение о том что в общем то то что вы сделали метод контракт ой контакт извиняюсь а в юшку для него сделали для мвс и это требуется причем обратите внимание на самом деле само вот это вот так сказать обращение куда куда ломится чтобы на посмотреть она на самом деле вот видно что сначала ищется в папке самого контроллера потом ищется в папке шарит ну и потом собственно говоря она может искать по разным типам рендереров если в мвс встроена и c-sharp html то есть razer там может быть и другие типы рендерер то есть отличается у юшек представление extension то есть метод названия расширения то есть точка c-sharp html это для razer а вот поэтому собственно говоря суть идет о том что действие в мвс и разработчики договорились что есть папка контроллеры есть папка models есть папка views и методы контроллеров должны соответствуюсь к в юшку в юшкам в общем то это первый из договоренностей причем в первых версиях мвс фреймворка контроллера могли находиться только папки контроллеры ну и собственно все остальные теперь уже это ограничение с не то не знаю чем это связано но на мой взгляд это очень правильное ограничение вот собственно говоря что дальше все это договоренности так или иначе работают не просто так это есть специальные такая понятие конвеншала конфигурация на котором я говорил ранее это принцип правила который обычно применяется при разработке фреймворков фреймворки ну вот в частности мвс фреймворк или еще какой фреймворк я не знаю то есть основание то есть инструмент для разработки не важно что это мвс или еще что-то на самом деле позволяет это вот договоренность сократить количество требует конфигурации без потери гибкости вот так она сухо звучит в описании на сайте википедии ну на мой взгляд вот подобные соглашения можно сказать очень просто что они упрощают разработку они ускоряют разработку они ускоряют вливание новых чинов команды в процесс написания кода они позволяют максимально быстро вернуть команду которая не работала на проекте очень давно снова к разработке то есть так сказать напомнить что о чем как если вы а есть ли вы используете одни и те же принципы на разных проектах то вам это получается еще быстрее то есть если у вас одно и то же там название там каких-то типов сущностей и вы также используете его в другом проекте и вам просто на самом деле ориентироваться между самими проектами очень просто я хочу сказать что я вот эти вот все методы как бы все 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 что будет описано в этом видео испробовал своей так сказать на своем опыте а вот речь идет кстати про статью я она написана моем на моем сайте моем блоге архитектуры приложения и концептуальные слои по договоренности где-то там наверху перемотайте назад была ссылка а нет вот шучу и вру то есть вот вот ссылка куда можно почитать эту статью там на самом деле есть эволюция паттернов небольшая про бизнес-логики в общем все так или иначе вокруг того чего мы делаем крутится вокруг бизнес-логики нам бизнес ставить задачи нам нужно решать чтобы их решать эффективно все крутится вокруг бизнес-логики так вот если будет интересно у ссылочка на мою статью сокращенная там есть небольшое описание про мартин и фоллер в общем если будет интересно захотеть посмотрите поехали дальше соглашение по именованию так вот существует на самом деле несколько принципов паттернов так сказать упоминаний я не знаю но на самом деле у каждого могут быть свои есть как бы общие есть обобщенные кстати разница в этом есть я буду говорить про naming convention прописан в википедии вообще что это такое для чего нужно я вот вам ссылка в принципе можете почитать и есть понятие у майкрософта у них и вот я сократил ссылку на там длинная вот general naming conventions на самом деле это все то же самое о чем говорил но так или иначе они как бы вот так не то чтобы сухо они как бы не не дополняют друг друга я вот собрал в этом видео информация о том как можно собрав вот это все в кучу им имплементировать как реализовать вот эти вот соглашения на на для вашего проекта для вашей компании для вашей группы проекта для вашей для ваших разработчиков в общем речь пойдет о договоренности которые блин я уже давным-давно использую извиняюсь за слово блин не могу себя контролировать в общем давайте приступим так и дальше у нас слайд будет какой номер правый на почти 7 идет как всегда в общем правила именования смотрите на самом деле вот эти правила которые сейчас перечислены они взяты с сайта microsoft я их почему привел потому что я с ними полностью согласен и очень это сильно упрощает когда упрощает взаимодействие в группе разработчиков ну даже надо сказать честно что не только в группе разработчиков упрощает все это просто если рекомендовать рекомендации вот эти вот использовать проекте вы вы избежите столкновения с такими проблемами как там совпадение там с ним спейсами особенно при переименовании вплоть до того что там проект даже может не компилироваться в общем я настоятельно рекомендую следовать вот этим вот правилам ну для примера смотрите они на самом деле все очень правильные в том смысле что ничего там такого нету чтобы там это было сложно ну например запрещается использовать знаки подчеркивания дефисы и другие символы опять же есть как это куево-хуча языков программирования где просто очень хочется там или очень надо или вообще невозможно не использовать подчеркивания дефисы или там другие символы речь идет о концепции дотнет разработки разработки и частности языка сиша с микрософтом я полностью согласен и вот опять же повторюсь настоятельно рекомендую использовать правила именования каждый читать не будем я думаю что если вас будут вопросы я могу каждый день и поговорить дальше смотрите ключевой момент является именование переменных здесь наверное подробнее но тоже не все правила рассмотрим а давать по порядку и вот первый да принцип используйте легко читаемые имена идентификаторов ну что тут сложно по моему все понятно например с именем horizontal alignment это значение свойства и horizontal и alignment является более понятным чем alignment но не сказать что это спорный вопрос но с точки зрения синтаксиса языка английского правильно будет конечно horizontal alignment то есть как-то по-русски если горизонтал алигмент вот суть в том что чем правильнее чем ближе к человеческому пониманию тем проще это понять например читабельность важнее краткости вот вот с этим на сто процентов согласен смотрите свойства can scroll horizontally лучше чем scrollable x а другими словами там ссылка на x идет на на ось x или допустим запрещается использовать знаки подчеркнет дефисы и другие символы как так же как и в наменовании namespace про namespace поговорим чуть-чуть попозже а вот про то чтобы название переменных собственно гря это вот на самом деле важно опять же ну допустим что там не используйте аббревиатуры сокращение как часть имени идентификаторов например get windows вместо get win ну судя по всему тут вот мне просто нечего добавить если не успели прочитать нажмите на паузу ну в общем то вы и без меня это все это описано на сайте microsoft а я с этим согласен теперь давайте вернемся к namespace смотрите что такое namespace ну в общем то говоря сейчас namespace и вводятся и в джейсон в джей как он господи в javascript разработку то есть там в последних спецификациях они тоже разработчики рекомендуют абстрагироваться от модального ну то есть от глобального каталога то есть от windows использовать свой namespace в общем в концепции сша разработки namespace очень важен это говорит об своеобразном скопе так называемого то есть песочнице в которой создаются ваши классы когда создается проект visual studio вижу проект нового приложения любого неважно visual studio по умолчанию создается namespace который там вы можете создать от имени solution и и до самого собственно для проекта так вот перед вами например примеры которые не стоит использовать наши компании в каждом проекте принято называть чтобы было название компании чтобы сборка содержала название компании я не знаю как ваша компания но вы собственно говоря решать сами в общем то я говорю вот пример то есть company name это то название компания которая соответствует название компании коломбур получился понимаю ладно поехали дальше так вот после названия компании ставится . никакие там заглавные буквами на . потом дальше идет название проекта ну первый случай project for managing content абсолютно непонятно о чем или допустим вот project api в 1 понятно что какой-то проект понятно что какой-то там там api там платформа допустим да или там в 1 версии 1 project for managing то есть тут на самом деле просто вам нужно сравнить с тем какие правильные названия вот заглавными буквами плохо когда называется вот в по портал да или допустим когда компании не стоит начале ну то есть первоначально лучшее чтобы было название компании дальше уже через точку было понятно а какой платформе идет речь и какой проект будет делать например вот смотрите пример винования пространство имен который обычно я использую то есть company name . project причем project это тоже такая аббревиатура которая там допустим там armanaging да то есть соответствует тому что компания . armanaging управляет компанией если допустим у вас предстоит разработка на нескольких платформах то я рекомендую в названии namespace как оставлять название платформы например api да то есть это говорит что в api или там dpf то есть windows коммуникает windows презентейшн фоундейшн то есть vpf по-нашему по-русски да вот или допустим vc ворк вф воркфлоу или vcf windows коммуникаетшн то есть получается company name . vcf . car manager понятно да а дальше если если сказать далее о том что какие названия проектов то к названию проекта подключается по принадлежному принадлежности уровня абстракции например опять же верхний так да ну тут на самом деле одна ну не полностью да приведен практически весь список одного из проектов ну давайте смотрите я вам так скажу что company name . project будем уметь что project это как я не знаю car sharing да пусть будет название проекта car sharing вот таким образом получается у нас company name нам остается company name project мы подставляем car sharing ну то есть это когда автомобили туда-сюда раздают то есть делиться автомобилями да вот а дальше смотрите точка контракт обычно в папке это это все название проектов контракты это обыкновенная там класс library которые собраны все там пиеномы экзепшены ну то есть обычно собирается вся шняга которая может ходить между проектами это обычно головной уровень еще есть такая концепция называть ну не концепция есть и нет какая тенденция называть не контракция корр но в последнее время корр немножко перебивает название платформы поэтому вот контракт а дальше модулс здесь содержится конкретные классы только класса и ничего более которые могут опять же как часть концепции часть разработки проектов передаваться и как референс отдаваться например в папку дата или там в папку android или там uvp или допиев то есть я папку carsharing.models которая вот сейчас я один момент как-то мне тут можно было нарисовать вот 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 это вот project models я могу на самом деле как просто чистые голые название сущностей отдать в прав в папку дата я могу отдать для ну то есть я могу как сборку использовать в андроиде там ювп то есть специальная выпасть до пиев то есть у меня вот это вот штука она на самом деле может шариться и в этот проект и в этот проект его этот проект именно с этим условием и делается разделение на сборки чтобы мне не приходилось эти потом сборки вырезать или что у меня не получилось рекурсивная за цикленность так вот дальше смотрите папка дата в папке дата содержится все что касается доступа к базе данных но смотрите опять же в зависимости от того что у вас может быть там разные платформы там android например или macos или iphone ну там я не знаю что папка дата может тоже через точку разбиваться на другие платформы то есть дата android дата там это ну то есть вот сюда вот можно вписать после точки дополнительной зависимости от платформы что касается глобализации обычно обычно глобализация содержит там специфичные сборки обычно ресурсные файлы в которых содержатся разные названия для разных там месседжей на разных языках она тоже может шариться на разные сборки в том числе как это будет и не на дату она может раздаваться то есть может зашариться и на android и на ну в зависимости от того как конечно реализовано в общем тоже такой шарительный если можно сказать этот проект дальше утилиты но это только для примера в реальном проекте это может быть какие-то специфичные собственноручно реализованные старые какие-нибудь сборки которые просто там тащатся из проектов проекта я просто рекомендую в отдельно выделять потому что в гид они обычно не складываются она содержится в отдельном для референсов вот ну в как сказать то в современных проектов project.utils или там carsharing.utils это обычно наггет пакеты которые можно всегда скачать в том числе обновленную версию ну android macos evp принципе ну android macos понятно собственно гряду никаких я думаю проблем не возникнет это специфичные предложения ой приложение может быть даже нативные или на замарине написаны зато подконкретные платформы universal windows платформ то есть evp которая последняя из микрософтовских наработок платформа в общем то ну тоже относится к тому уровню когда мы можем вкладывать так сказать и дату мы можем сюда влить и и модели можем отсюда выспользовать и контракт то есть для того чтобы создать приложение мы можем влить вот эти три зависимости и собственно говоря можем уже написать нужно нам проект что же касается допустим web api но если учесть что такая специфичная платформа которая не имеет юа интерфейса да не знаете на самом деле на самом деле вот это вот вливание вот в эту платформу может быть таким же образом настроена я в принципе могу сюда влить и контракты и моделей и дату и даже глобализейшн в общем то есть собственно говоря и продапев платформу тоже сам в общем смотрите вот это вот разбитие на части на сборки на разделение вот это вот на типы сущностей они сделаны с тем с тем условием и для того что можно было использовать общие сборки в разных платформах в разных реализациях собственно говоря ничто вам не помешает допустим модели папку точка кашеринг как мы назвали моделс использовать в любой другой платформе другой вопрос что на первоначальном этапе когда вы создаете какое-то приложение вы не видеть вы можете не увидеть смысла для разбиения на вот эти вот я всегда это делаю и вот сто процентов случаев я никогда не пожалел во первых само разбиение оно способствует написание более правильному коду вы не сможете рекурсивно поставить зависимость потому что сама visual studio запретит вам поставить референс одной сборки на другую и в обратную сторону она скажет что это рекурсивная зависимость невозможно это очень сильно как-то сказать то по-русски упрощает одно слово но но в общем держит вставь как это сказать-то час час слова подберу в общем не знаю содержит статусе в тонусе влен ваша мыслительные способности чтобы вы случайно там сделав референции не смогли смогли не смогли не смогли развалить там проект или какой-нибудь там новый пришел к вам разработчик и что-нибудь там зареференсил что все развалилось там в какаху сорян зумы французские в общем все конечно все настолько вот абстрактно что на конкретный момент времени с конкретным проектом вам придется решать это все самостоятельно я всего лишь показываю как это делаю я дальше если мы поговорим про юнит тестирования то собственно говоря тут очень просто каждому типу контрактов каждому из типов проекта добавляется точка тест если они конечно ну допустим контракты тестировать ну не особо есть смысл да модулс тоже как бы а вот специфичный то есть точка тест добавляем и это будет тестировать в общем то мы сейчас подошли к такому самому главному и основному моменту ради чего вообще все вот это вот начиналось но без верхней части так сказать без предыдущей части невозможно было сказать о том что 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 вообще для чего смотрите я хочу поговорить про абстрактный уровень то есть никакого физического деления так сказать ну то есть реальных правил ну их просто не существует все это просто опытным путем выработано и поэтому я как бы вот хочу с вами поделиться когда мы создаем новую программу вот ну неопытные так сказать или не очень опытные разработчики давайте давайте поговорим про вот который вот только вот решил программировать вот создал поставил visual studio и вот думает ну с чего начать проект создать новый проект выбрать там выбрал там аисп.net core все нажал создать перед ним открылась там visual studio сгенерировала там какие-то файлы и что дальше делать то вообще что строить как создавать куда втыкать что потом что сначала какие паттерны как нужно ли в общем понимаете да чем я говорю вот это видео как раз я и хочу чтобы вам помогло сделать сделать на самом деле правильный выбор и и вот расставить все по полочкам в общем-то говоря полочки здесь очень простые смотрите я для себя определил вот иерархию зависимости репозитория я буду снизу идти репозиторий вайдер менеджер процессор в общем-то на самом деле вот что самое главное название сами не ни к чему у вас не обязаны можете называть их как угодно вообще в какой хотите последовательности но ключевой момент это концепция соблюдение очередности то есть вложенности это очень важно почему dependency injection есть такая проблема когда вы рекурсивно одну зависимость ставите в другую и наоборот в принципе это все решается через прокси класса но суть не в этом чем меньше вот таких вот зависимости вы сделаете тем больше чем меньше вам придется колотить гвоздей каких-то там костылей потом которые могут привести собственно грей к провалу операции я вот этот называю так на мой взгляд это устоявшиеся уже по нескольким десяткам проектов названия они и реализованные у меня в разных нагет пакетах в общем я вам просто рекомендую определиться с названиями и всегда и ими следовать неважно какой проект и какая платформа данная концепция работает не только к сп на это котором на как на примере которым мы будем говорить но и вообще к любой другой концепции то есть платформе поэтому на самом деле я изложу кратко если будут конкретные вопросы по конкретному уровню то я с радостью расскажу и покажу а в общем о чем речь давайте возьмем первые три уровня до репозиторием провайдер менеджер я скажу забегая вперед что вот эти вот три уровня на самом деле позволяет решить задачи практически любой сложности но правда стоит отметить что бывали у меня проекты когда приводилось приходилось вводить еще один уровень абстракции то есть уровень процессора и даже более того у меня был еще один уровень в одном сложном проекте когда мы вводили пятый уровень абстракции называли его контур в общем суть в следующем мы возьмем три я про них расскажу а дальше уровни концепции вы уже уровни конкретных концепции то есть вы уже сами определитесь в общем в это картинка с моего сайта с описания с одной из статей в которой описана концепция в принципе может и там где в начале ссылка была сходить почитать там еще очень я думаю что это будет полезно как для закрепления материала так смотрите начнем опять же снизу в самом низу у нас SQL server вот на желтенькой бакулку да вот это вот что это собственно гра дает есть у нас база данных на самом деле вот неважно что это за база для чего она нужна просто есть у нас какая-то база данных и мы собственно грязь для нее про нее забываем вот почему потому что так или иначе смотрите вот это вот база и вот это вот надстройка над ней очень сильно очень много ходит споров на особенно там на таких закоренелых сайтах по разработке к сквеллу например или там абр в хабра хабр разработчики которые привыкли работать с и сквелл сервером но то есть когда бизнес логика то есть когда двухзвенная архитектура когда вся логика лежит в сквелл сервере они говорят всегда что он на хрена простите за мной французские нужно вот это вот надстройка наверху я много раз мне кстати задавали вопрос отвечу в очередной раз то что уже много раз видел на разных сайтах на всех практически на всех всегда лейтмотивом звучит одно если проект сложный надстройка сильно упрощает жизнь если проект простенький то не использование вот это вот иерархическая зависимости наверху то есть вот это вот то есть на надстройки то есть энтити фреймворк если хотите или там ниндже как он кто еще у нас там елки забыл как называется или другие какие-то формы так называемые то вот этот орун top object relation менеджмент они только упрощают в сложных проектах и усложняют если не используется что это такое есть такое понятие как двухзвенная архитектура и трехзвенная архитектура если интересно почитайте в интернете все плюс и минус уже описаны мы сейчас говорим про трехзвенную архитектуру поэтому давайте все-таки приступим и так речь идет про репозиторию репозиторию у нас нужен в моей концепции нужен только для того чтобы делать базовые операции сущность то есть крат так называемый create read update длит больше ни для чего есть одна сущность у нее есть репозиторий в одном репозитория не могут обрабатываться две сущности это как бы первое правило дальше следующим идет у нас провайдер провайдер в моей иерархии обозначает то что он может работать с несколькими сущностями одновременно ну на примере допустим у нас есть какой-то там я не знаю блог да у него есть посты и теги при добавлении поста то есть записи в блок вы у вас слова теги ну то есть метка связь с тегами обязательное вы не можете сохранить запись боги без указания тегов поэтому если у вас есть будет два репозитория пост и тег репозиторий то потребуется еще провайдер который обработает вот эту вот зависимость на более высоком уровне дальше я про это все расскажу теперь смотрите допустим дальше у нас третий то есть не допустим а реально существует у нас менеджер который является более высоким уровнем который настроен на провайдером операция с бизнес логикой но в общем-то это вот как раз то о чем и говорил то есть три вот этих уровня не позволяет решать практически все задачи которые любой сложности бизнес логикой в общем-то ну я говорю что бывает исключение и дополнительные уровни требуются но там уже бизнес-процессы там ну ладно бог с ним я если будет интересно потом расскажу и так дальше у нас пойдем по конкретному примеру смотрите для примера давайте вот кстати вот я уже блок начал про него говорить давайте теперь его запишем в качестве наглядности давайте выберем что предположим что у нас есть какое-то приложение пусть он называется блок да в котором есть там четыре сущности категория в категории могут быть записи посты у постов есть теги ну то есть метки которые многие ко многим одна метка может быть в разных постах ну и у поста есть один к ко многим зависимость комментарий вот сущности бога да похоже действительно по порядку значит так репозиторий в концепции вот архитектуры репозиторий как я сказал это только реализация крат операции ну то есть create update ритм дэвид больше она ничего не важно делать собственно говоря вот почему я завел в начале про правила именования в общем то читать вы имеете на именование сущности это в данном случае будет что категория да то есть для репозиторий для не будет называться соответственно категории репозиторий единственном числе с суффиксом репозиторий ну и собственно говоря если говорить про концепцию вот это вот базы то есть форма или чё там зависимость который там беленький там как он там давайте листаньем назад демон картинка это вот то есть вот этот вот как он называется с кель сервер вот мы считаем что это вот между нашими уровнями и с кель сервером ну есть как раз вот это вот entity framework то есть надстройка сейчас вернемся к следующему посту вот то есть репозиторий в данном контексте имеет вливаться могут вливаться объекты интимуор в частности db контекст или абстракция на них то есть а и db контекст который в реале не существует но который вы всегда можете ввести чтобы допустим настроить там юнит тестирования и собственно говоря говоря о примерах да вот примерно как будут выглядеть наши название репозиторий что дальше смотрите репозитория могут лежать в конкретной папке более того если углубляться уже в концепцию реализации да у вас может быть один базовый репозиторий который имеет там абстрактные методы для добавления удаления редактирования и через generic реимплементации можете просто подставить название сущности у вас автоматически появится сразу четыре репозитория в общем то все это сводится так или иначе к тому что это будет очень просто сделать далее следующее у нас секундочку смотрите я пытаюсь бегом рассказать чтобы сэкономить ваше время поэтому пытаюсь говорить быстро если вам это не нравится не устраивает или может быть проще дольше смотреть или разбивать видео на части или еще как-то напишите пожалуйста в комментариях как вам удобней или что я тараторил и быстро видео прошло или чтобы медленно но на несколько развивать или в общем я жду комментариях так провайдер провайдеры могут работать с несколькими сущностями как я уже говорил ранее например вот кстати здесь вот написано есть пост и тег запись блога нельзя добавить без меток и тут и что иное не поможет как провайдер вот смотрите на самом деле это вот часть бизнес логик которая может быть реализована при помощи поста репозитория тег репозитория объединены в провайдер а тут нужно опять же определиться смотрите по идее у вас может быть тег провайдер и пост провайдер но тут смотрите теги без постов не существует на то есть главная сущность получается пост поэтому по идее должен быть пост провайдер но в принципе всегда можно придумать для чего потребуется там по тег провайдер да какой нибудь там к тег провайдер который может в репозиторий загружать в смысле инжекте царе патек репозиторий в котором там какие-то математические расчеты там может быть делаться чтобы построить правильную иерархию зависимости то есть тег провайдер да тоже имеет место быть но в данном варианте я бы создал пост провайдер в котором бы загружал пост репозиторий тег репозиторий и собственно говоря в этом методах там делал обработку например создать пост или допустим create пост там хит как он скрыт там visible change у поста и потому что если допустим скрою пост а тег на него какой-то ссылается а на других он не используется на других записях блога то мне из списка и из облачного допустим из облака меток мне нужно тоже скрыть тег то есть сделать его невидимым если его на него нет ссылок из других статей в общем будет глупо если у человек зайдет ваш блог откроет облако метод нажмет на метку какой-нибудь там mvvm а вы скрыли эту сущность запись и редактируете и он придет в никуда ему будет аксесс донайт в общем поэтому надеюсь что вы понимаете чем я говорю так самое правильное ой самое главное здесь еще правило вливания смотрите в конструкторы классов провайдеров как я уже говорил могут вливаться зависимости объектов репозиторий но в данном варианте пост репозиторий так репозиторий для пост провайдера примеры собственно говоря опять же очень просто именование то есть название провайдер перед ним ставится название чувства и сущности в единственном числе опять же повторюсь это сугубо мое личное решение вы можете их хотите их называть я имею ввиду концепцию менеджеры менеджеры могут работать с несколькими провайдерами понимаете объединенные провайдеры они выполняют какую-то логику а менеджер управляет этими провайдерами с другой стороны менеджер может вливаться один провайдер для обеспечения концепции базовых реализаций ну допустим у вас есть какой-то менеджер который вливается базовый класс абстрактный название там менеджер который через generic может обращаться с другими сущностями для соблюдения иерархии именно в классах и там в папках чтобы не нарушать отчетности так сказать в общем иногда может быть менеджер внедрять только одну только ради того чтобы он там не нарушал зависимости правило именования тоже очень простое название категории потом дальше менеджер ну и так далее собственно говоря опять же самым главным здесь является правилом вливания конструкторы классов менеджер могут вливаться как зависимости такие объекты как зависимости провайдер что-то я там это написал ну боксинг в общем вы поняли что в менеджер могут вливаться провайдеры это очень важно дальше я объясню почему это собственно говоря пример именования менеджеров в общем дальше и иерархии зависимости можете предположить что если допустим у вас будет четвертый уровень например процессор бизнес процесс обрабатывать вот то есть получается также категории процессор или категории комментарии но там уже смотрите вот эти вот первые два уровня ну смысле предыдущие два там провайдеры менеджер не делают так сказать черновую работу по бизнес-процессам ну допустим добавить тэг добавить пост да то есть потому что в посте нужно чтоб через репозиторий прокинуть туда так называемые метки там посты сам по создать метки к нему для этого требуется провайдер вот менеджеры делают работу в бизнес-процессах более высокого уровня поэтому как бы вот на уровне до уровня менеджера как еще именовать по принципу по правилам описано предыдущем слайде то есть категория менеджер там рекоменд менеджер это еще как бы приемлемо но когда вы вводите четвертый уровень то там уже категория менеджера вам по большому счету не потребуется дело в том что вот эти вот ниши то есть менеджер и провайдер то есть бизнес как сказать так сущности реализующие бизнес логику они уже всю черновую работу 2 сделали более высокого уровня может быть там что ну давайте для примера если допустим мы видим какой-нибудь процессор какой-нибудь ну я не знаю оптимизейшн процессор да в котором могут вливаться разные там пост менеджеры допустим коммент менеджер да который может там оптимизацию там по типу кликов там расчет какой-то там то просмотров ну понятно да что я говорю то есть понятия до более высокого уровня они немножко отличаются потому что они должны выполнять другую работу ну как например оптимизейшн процессинг или там процессор если хотите или там в общем в более сложных приложениях там будет понятно что назвать категории там процессор смысла нет потому что все что нужно сделать категориями уже были реализованы в провайдере и в менеджере а сейчас секундочку извиняюсь горло пересохло поехали дальше опять же повторюсь что для очень сложных даже самых сложных задач 3 уровня абстракции обычно всегда хватает ну есть исключения так давайте дальше смотрите есть такое понятие как вспомогательные сервисы ну я поэтому так их называю сервисы сервисы нужны для того давайте вот пример лог сервис они могут вот эти вот логирование правильной архитектуре может быть тоже более на более низких уровнях ну например вот допустим есть сущность лог но она не является частью бизнес логики такие как пост или там коммент или там тег вот лог сущность она вспомогательная она ведет логирование поэтому лог сервис и так и называется лог сервис он может внедряться собственно говоря и в провайдер и в менеджер и в репозиторий я сейчас как раз читаю правила вливания и это говорит о том что лог сервис в бизнес логике не участвует но без него на самом деле тоже очень сложно и более того вот важное такое замечание я сейчас сделаю вернее прочитаю и объясню смотрите в правильный бизнес в правильной архитектуры вливание лог сервис в верхнем уровне не потребуется объясню смотрите допустим у вас есть логирование на создание там сущности на редактирование то есть на каждую из операций крат create update репозиторий у вас есть там запись создана запись обновлена запись там удалена запись отредактирована это для этого конечно потребуется лог сервис не сервис сервис нет я не говорил сервис ну потому что он все рассчитается и не может быть он сервисом хоть как в общем лог сервис используется в репозиториях который протоколирует в записи информацию о том что было проделано сущностями дальше следующий по уровню получается провайдер провайдер тоже в принципе лог сервис может быть встроен ну например там сущность тегами там запись тегами добавлена там теги удалено столько в принципе это тоже может быть но суть в том что более мелкое так сказать протоколирование на низком уровне уже вам скажет о том что было создано такое количество тегов и была сущность там обдавлена и поэтому более высоких уровнях лог сервис практически вообще не потребуется то есть если вам нужно логировать что процесс ну допустим есть у меня какой-то категории менеджер в котором нужно скрыть категорию при скрытии категории соответственно нужно обработать все метки и все посты и все комментарии которые тоже должны быть скрыты ну в частности там поставлен из визибл атрибут должен в сущности поставлен фолс вот и категории менеджер вот это должен делать так вот если для вас требуется логирование что включена сокрытие там или там категория такая-то там скрыта а дальше по иерархии вниз у вас для каждого из типов операции внутри по иерархии будет написано что что там пост скрыт теги там скрыт и все до самого низа вот понимаете да то есть иерархия вот этих зависимостей она так или иначе участвует от начала до конца просто в более высоких верхних уровнях логирование будет бессмысленно потому что ну не имеет смысла говорить о том что там процесс запущен а все потом еще ниже по иерархии расписано там до самой ниточки что там вплоть до того что там кнопка там нажата там или там запись сохранена там тег создан да например там в общем я думаю я понятно объясняем если нет пожалуйста спрашивайте я готов рассказывать это собственно говоря правило именования как вы понимаете все очень просто сущность единственном числе супрекс сервис ну и собственно говоря вливаться он может по все объекты сервисы они такие собственно говоря вот надо тоже остановиться немножечко на секундочку объяснить что честно говоря вот лог сервис он как бы такой сейчас подберу слово там такой атомарный да если можно сказать то есть можно в каждом из уровней абстракции логировать какие-то действия то есть я опять же говорю что лог сервис концепции протоколирование работы системы ну он не имеет смысла я имею в виду что лог сервис должен работать для работы для протоколирования работы бизнес процессов то есть бизнес сущности потому что для протоколирования работ системы существуют всякие там файловые писатели так сказать начиная там от какой серилок например или там есть которые могут писать господи вылетело из головы в общем нужно определиться с тем то есть принять как должное что даже протоколирование логирование системы существует разных уровней смотрите помимо того что есть логирование бизнес процессов и логирование работы системы например файл такой-то загружен для бизнес системы для бизнес логики это не имеет никакого отношения правильно для там платежка отправленная это с точки зрения логирования системы вообще ничего да с точки зрения бизнес процессом важно опять же само там экземпшен получен это опять же логирование системы ну и тут даже на этом уровне есть разделение логирование там для пользователя который там посмотрит этот лог или для логирования для разработчика да который посмотрит скажет ну что мне это ни о чем не говори в общем у сервисов вот в концепции моей парадигмы да то есть вот обсуждаемо в этой статье у сервисов может быть своеобразная иерархия зависимости которые тоже могут внедряться зависимости от уровня или от уровня или зависимости от принадлежности логирования опять же бизнес логика или там протоколирование собственно говоря поехали дальше а то я смотрю время уже что-то я наговорил дальше давайте если уж мы говорим концепция sp.net разработки давайте считать что контроллер является окончательной инстанцией которая может иметь вливание зависимости потому что все это так или иначе сводится к тому что правильная реализация архитектуры ну то есть вьюшки очень сложно будет построить неправильно если у вас будет бэкэнд построен правильно хотя я знаю таких людей которые могут любую штуку сломать в общем так считаем что контроллер является окончательной инстанцией ну то есть инстанцией господи написатель инстанцией куда может иметь вливание зависимости ну то есть мы знаем что контроллеры могут вливаться это то что связано с юаем то что уже непосредственно видит пользователь скажу сразу что контроллеры желательно вливать только менеджеры это на самом деле ну то есть нет давайте не так не менеджеры а контроллеры должны вливаться верхняя часть то есть верхняя иерархия ну то есть если у вас последний процессинг там или процессоры иерархия ну уровня названия то туда должны вливаться процессоры если допустим последний менеджер значит менеджеры более того я предположу что у вас вообще могут быть одни провайдеры ну так бывает и тогда в процессор должны вливаться провайдеры хотя вот опять же нужно говориться слово желательно говорит о том что вы в принципе в процессоры в контроллеры можете вливать что угодно и как угодно я почему так сказал что желательно Потому что нет предела совершенства, так или иначе в какое-то момент времени вы начинаете рефакторить всё. И тогда упрощение в сторону дженериков, оно говорит о том, что если у вас все контроллеры будут работать с одним уровнем иерархии, то, соответственно, завернуть в абстракции базовые классы и методы гораздо проще, чем потом каждый переделывать и натягивать на него тот уровень. Возможно, я сейчас немножко запутанно высказался, но я бы хотел, чтобы вы меня поняли. Смотрите, если у вас есть какие-то уровни в вашей системе, и вы одинаково на всех этапах работаете по конкретному уровню с конкретным типом, то потом заменить этот конкретный тип на абстракцию, в частности, дженерик, какую-нибудь реализацию, гораздо проще. И тогда всё сведётся к тому, что вы просто создадите новый контроллер для новой сущности и без каких-либо изменений унаследуетесь от базового конструктора, без каких-то изменений в конструктивные, в юшечные, господи, по-русски это будет, формы представления. То есть, я часто делаю так, что у меня даже специально надуманные есть конструкции, например, менеджер или процессор какой-то сущности, который вливает только один провайдер, который, в принципе, ничего не делает, кроме того, что сохраняет сущности, но в дальнейшем вот этот рефакторинг, добавление функционала, мейнтейнабилити, если хотите, они существенно упрощаются. Так, я думал, что будет быстрее, мы уже заходим к часу. Итак, смотрите, ключевой момент – бизнес-логика. Сейчас быстренько пробежимся, потому что я чувствую, что вы уже устали. Бизнес-логика. Репозитории и сервисы – это сущности сервисного уровня. Они не используются в бизнес-логике. Сущности высокого уровня участвуют в реализации бизнес-логики. Провайдер, менеджер, процессор. Если пятую придумаете название, там, контур или там, я не знаю, модуляритиком, я не знаю, неважно. Вот все, что до провайдера, репозиторий, сервис, если хотите, можете еще к контуре не подставить. Я не знаю, для чего, правда. Но тут нужно сказать честно, что репозиторий, по большому счету, уже имплементирован, то есть реализован в ВДБ-контексте, ну, собственно говоря, в entity-фреймворке, то есть в ВОРМе. И сейчас бытует такое мнение, что репозитории, в принципе, не нужны в концепции реализации архитектуры. Опять же, по той простой причине, что entity-фреймворк уже реализует этот вот add, update, create. Но тоже спорный вопрос, на самом деле. Я придерживаюсь другой точки зрения, что репозитории все-таки нужны, потому что entity-фреймворк, он реализует, безусловно, крат. Ну, то есть, update, create, insert, update, вот эту всю шнягу. Но, допустим, вам нужно сделать разбиение на странице, пейджинг. Я это делаю в репозитории. Допустим, вам нужно какую-то там валидацию, допустим, валидацию, да, бизнес-валидацию. Это, опять же, может быть в репозитории. Например, я не могу, то есть у меня, допустим, вот есть тег сущность, метка, да, и я не должен создавать новую, я должен использовать уже существующую в другой записи, как метка. И поэтому я в репозитории могу проверить, существует ли такая запись, ну, в смысле, такая метка, и добавить ссылку, а не создать новую, а потом добавить ссылку. В общем, entity-фреймворк это не делает. Более того, допустим, как это, authorization, authentication, как это по-русски-то будет. Security, секьюрность, тоже entity-фреймворк не подчиняется секьюрности никакой, то есть безопасности. Поэтому всю реализацию в репозитории придется делать. В общем, репозитории просто со времени своего появления, когда я про Мартин Фоллер, про них поговорил, про эти репозитории, они немножко видоизменились, в моем понимании, и приобрели немножко другие концепции, и начали просто работать по другому принципу, нести другие условия. В общем, к чему это я? Давайте поехать, поехали дальше. Все, так или иначе, вся эта бизнес-логика, она пляшет вокруг концепции Solid. У меня где-то есть видео на канале, в котором я про эту концепцию рассказывал. Так вот, в концепции Solid последняя, пятая буква, это dependency inversion, в частности, реализация VS Planet MVC, это dependency injection container. В общем, описанная модель архитектуры как раз легко и очень просто ложится в иерархию зависимости. Смотрите, я вначале на первом каких-то слайдах говорил, что очень важна последовательность, то есть иерархичность, зависимость. Когда вы вот эту иерархичность будете запихивать в контейнер, он будет автоматически контролировать вливание, то есть вливание ваших зависимостей и предотвращать зацикливание. Это будет прямо видно на этапе проектирования. Если какой-то новый пользователь или новый программист придет в вашу команду, начнет чего-то куда-то вливать, он не сможет откомпирировать проект, запустить его, потому что, если он неправильно что-то вольет, я про это говорю, он получит сообщение об ошибке. Скажет, нельзя сделать, потому что зацикливание. Все на самом деле гораздо проще будет, есть ли у вас будут какие-то договоренности. Договоренности, они могут быть разные. Вы можете договориться о разных уровнях. Ну, то есть вы можете разных назвать, там, я не знаю, в принципе нарушать даже майкрософтовские договоренности. Все это как бы на самом деле не важно. Я представил свое видение и просто хочу донести до вас, что вот эти вот договоренности, именно по иерархичности вливаний, они очень сильно упрощают реализацию паттернов. Вообще, на самом деле, так или иначе, все паттерны, особенно в сцепке Solid, они были придуманы и заложены для того, чтобы вот эту вот концепцию архитектуры разрулить, то есть положить начало. То есть в любом момент времени вы можете создать там новый провайдер. И тогда, если вы, допустим, создадите новый провайдер, который будет что-то в себя вливать, да, то есть не получится просто так от балаболки какое-нибудь придумать название и сделать. Вам потребуются репозитории, которые будете что-то там приментировать. То есть сама концепция закладывает поступательные движения вперед к верхнему уровню, который уже может быть достаточно сложным, там, допустим, процессоры, которые над менеджерами, и реализовывать более сложную логику. Более того, у вас вот эти вот менеджеры, они могут являться конечным уровнем в какой-то архитектуре, да, то есть какой-то в MVC или там в DPF, то есть там у вас есть менеджеры. А более высокая архитектура, например, микросервисы, да, так вот вы можете в следующем уровне ввести микросервисы, и тогда ваши микросервисы будут управлять вашими менеджерами, которые внутри себя будут содержать провайдеры, которые будут иметь доступ к репозитории. Может быть, конечно, следовало нарисовать картинку, но я очень сильно хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. То есть вся вот эта вот бизнес-логика, она не ложится на конкретно одно приложение, но вот эта вот моя архитектура, так сказать, моя, да, ну просто мое видение вот этого вот понятия, оно может выходить выше, то есть за рамки конкретной платформы. Например, микросервисы могут управлять там в нижнем, как я сказал уже, там, менеджерами, да, которые могут быть на разных платформах или там на одинаковых платформах разных там проектов. Понимаете, да, о чем я говорю? В общем, вот я к чему веду, и, собственно говоря, вот это вот на самом деле концептуальная вещь. Иерархичность очень важна в реализации в любом приложении. Особенно, особенно это важно, если вы используете подход солид, потому что он к этому, собственно говоря, призывал. Итак, собственно говоря, опять же, я уже задолбался повторять слово, собственно говоря, поэтому прошу меня простить. Выводы. Даже три уровня абстракции дают широкие возможности. Даже для очень сложных проектов, для проектов со сложной бизнес-логикой. Вот эти вот три уровня абстракции, они позволяют решить практически любые задачи по реализации бизнес-процесса. Я это называю распределенной бизнес-логикой, ну, потому что, смотрите, вы двигаетесь от меньшего, ну, в смысле, допустим, сверху вниз, да, у вас есть какой-то процесс, отправить там платежку, да, или там сделать заказ, да. То есть сделать заказ, вы, для того, чтобы сделать заказ, нужно проделать очень много-много всяких мелких деталей. Проверить наличие на складе, там, проверить там фамилию поставщика, там, я не знаю, найти адрес заказчика, сгенерировать шаблон, отправить там сообщение, за, как сказать-то, застолбить товар, да, как застолбить-то по-русски. В общем, вот, для более высокого уровня бизнес-логики слова отправить там, там, заказ, там, ну, это как бы очень просто. А внутри, ну, лежит вся иерархия, которая внутри себя содержит все. Причем отправить заказ, отменить заказ, может проделать практически там, ну, на более низких уровнях, практически там одни и те же операции. Но это все вот будет залогирование, опять же. Ну, в общем, я очень сильно хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. В общем, три уровня абстракции, в принципе, всегда решают все проблемы. Но если вам нужны микросервисы, как сейчас это модно говорить, микросервисы – это всего лишь слово, они всегда были, они только последние два, там, три года. Как вы думаете, как давно работает Google или Microsoft? Очень давно работает. У них уже были заложены микросервисы, просто их так теперь стали называть. Собственно говоря, три уровня абстракции – это хорошее начало. Но, тем не менее, решение, на каком уровне реализовывать конкретный бизнес-процесс, вам уже предстоит решать самостоятельно. Ну, ибо зависит все от конкретных задач, которые перед вами ставит бизнес. Зависит от того, какая платформа. Зависит, в общем, много чего от чего. В крайнем случае, вы всегда можете спросить у системного архитектора. Я надеюсь, в вашей компании такой есть, которая все может и знает. Другими словами, спасибо вам за внимание. Я думаю, пора завершать. А так что-то там уже на час растянулось видео. Пожалуйста, пишите комментарии. Что вы по этому поводу думаете? Задавайте вопросы, если, конечно, они у вас есть. Советуйте, может быть, даже новые темы. Я с радостью расскажу, покажу. Вот в концепции построения архитектуры я готов говорить до бесконечности. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну, и, собственно говоря, хорошего вам дебагинга, кода, так сказать, легкого. Спасибо за внимание еще раз и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok